Все мы когда-то любили играть в прятки. В детстве мы с сестрой были в гостях у бабушки на даче. Все придумывали разные игры, во что бы поиграть, потому что интернета на тот момент еще не было. И вот обычным летним днем мы с сестрой решили поиграть в прятки. То она спрячется, я ее ищу, то я прячусь, и она меня ищет. Когда же в следующий раз настала моя очередь прятаться, я решила сделать это в маленькой кладовке в доме. Но когда я открыла дверь, я сперва удивилась тому, что я там увидела. А потом очень-очень сильно испугалась, потому что только потом, спустя некоторые минуты, до меня дошло, что со мной могло случиться. Итак, когда все же я открыла эту дверь, то вместо обычных вещей, которые лежат на полках, я увидела перед собой ступеньки. Их было очень много, так и не сосчитаешь. Они уходили куда-то вниз, в темноту. И где-то очень далеко виднелись два силуэта. Высоких. Как сейчас помню, что один из них был взрослым, а другим детским силуэтом. И тот, который был взрослым, увидел меня. Начал махать мне рукой и звать меня к себе. Из темноты на меня смотрело два огромных белых глаза, и они приближались близко ко мне. Я очень испугалась и закричала, но мое тело было недвижимо с места. Через какое-то время оцепенение прошло, и я смогла закрыть дверь и быстро выбежала на улицу. Не знаю, что со мной было бы, если бы я спустилась вниз, туда, по ступенькам. Что это было? Вход в иной мир? В какой? Когда вернулась бабушка с работы, я сразу ей все рассказала, и мы пошли в эту кладовку смотреть, что же было в этом шкафу. Но на полках стояли обычные вещи, была обычная стена. Бабушка сказала, что я сказочница, и ушла. А вот я обернулась и увидела записку. Дрожащими руками я развернула ее, на миг остановилась, и прочла текст, который был там написан. Ну что, поиграем? А в этой истории я вам расскажу, как новый дом людей принимал. Дом, про который пойдет рассказ, был куплен еще в 90-х годах. Раньше времени не было на обустройство этого дома, поэтому мы использовали его просто как дачу. Сам дом располагался около высокой горы, а из окна виднелся вид на огромный лес. И вот как-то раз все дружно решили заняться обустройством этого дома. Кстати, хочу сказать, что в этом доме раньше никто не жил. Сам по себе дом был очень большой, уютный, и места бы хватало там всем. Но, как вы понимаете, в любой истории есть всегда одно «но». И в этом случае оно было большим и страшным. Есть в доме одна комната, а казалось бы, на первый взгляд ничего необычного в ней нет. Кровать, большой шкаф, тумба, окна. Но вот находиться в этой комнате неуютно даже днем. А вот ночью в этой комнате всегда что-то происходит. И у каждого, кто живет в этом доме, неприятная история была связана именно с этой комнатой. Стоило лечь спать, как точно тебе приснится какой-нибудь кошмар, или начнет кто-то твою кровать качать. Но самое ужасное, что ложишься ты спать с одной обстановкой, но на утро, когда открываешь глаза, предметы мебели меняют свое место. Кто-то все время переставляет предметы, а ночью тихо-тихо смеется, бегает, а из леса доносится странный вой. Он не похож ни на человеческий, ни на звериный. Это что-то иное. Как вы могли догадаться, это что-то иное живет именно в этой комнате. Помню, как один раз я набралась смелости и решила переночевать в этой комнате. Легла на диван и пыталась не уснуть. Но ко второму часу ночи я закрыла глаза, и вот тут-то весь ужас и начался. Открыв глаза, я поняла, что диван, на котором я сплю, будто висит в воздухе, а затем я увидела...